Всем ясно, что в 30 лет или, может, 20-е время никакой министр медицины такой реформы не производил. Столько лет медики, медсестры, санитарные, работники медицины на мизерной зарплате жили. У нас, уважаемый президент, министр, еще один, он сделал, я думаю, большое достижение, большое достижение. Он поднял зарплату на такую работу. У врачей появилась надежда на работу, стимул к работе. Правильно? В нашей медицине в больницах сейчас начался наводиться порядок. Порядок, чистота, порядок. Я не видал ни одного министра, чтоб днем и ночью и бегал. Одна нога там, одна нога здесь. Он совмещал работу. Он выполнял и поручения президента, и в то же время он оперировал. Он совмещал, он успевал. Я сам думаю, когда он отдыхал. Может, он когда-то ехал где-то по дороге отдыхал. Может быть. Я так думаю. Хорошо, сейчас придет на его место другой министр. Но разве такое будет? Но пока начнется с места что-то пикаться, привыкать к работе, то сколько время пройдет? Поэтому вас, уважаемый президент, уважаемый Канчет Азышаевич, мы избирали, народ избирал вас. Мы надеялись на вас. И надеемся, что вы примете правильное решение. И нас можно не отвечать. У пророка спросили, скажите нам, пожалуйста, между правдой и ложью какое расстояние? Пророк сказал, четыре пальца. Поставьте между ухом и глазом. Глаза видят правду, уши слышат ложь. Вы видели правду. Хорошему тренеру от спортсмена нужны отличные результаты. Тогда он будет спортсменом настоящим. Увидимся. Правильно? А Анухадыр Бейсеневич, он показал вам результаты. Он показал результаты за короткое время. И теперь на самом интересном месте обрывается пленка. Обрывается пленка. Просто обрывается пленка. Мы, народ Кыргызстана, действительно надеемся на вас. Что вы решите правильное решение. Спасибо вам большое. Рассветала глубокая, крепчайшая коррупция. Когда наш народ уже поднимал, наш молодежь поднимал голову выше, бороться с коррупцией, наоборот, происходят такие события. И, конечно, многие люди от этого не то что шокируются. У всех сейчас в голове, где ложь, а где истина в Кыргызстане. В конце концов, в Кыргызстане должна жить истина. Это наше будущее, будущее наших молодежи. Если нынешнее поколение будет вот так вот относиться равнодушно к таким событиям, то и наша молодежь тоже будет так же оставаться. А тогда для чего мы выбирали власть? Почему мы надеялись на Кадыра Нагучевича? Поэтому, Александр Нагучевич, пока идет следствие, вы имеете право полностью вмешиваться в такие дела. Поэтому я очень глубоко надеюсь на вас, что вы будете следствием. Если следствие найдется, как было уже поставлено по 7 эпизодам, человека обменяют, в данное время 6 эпизодов. Вот от этого можно обратить внимание, да? Было 7 эпизодов, стало 6. А может быть всего лишь 1 эпизод. Вот видите, поэтому вы должны сами вмешиваться с уважаемым контрактем Кадыра Шаевичем и выполнить просьбу народа. Когда мы выбирали вас, вы обещали народу, каждое слово гражданина Кыргызстана не останется без ответа. Поэтому мы будем ждать от вас ответа с надеждой. Извините, а можно ваше имя, пожалуйста, и фамилию? Умера. Вы активист, да, тоже? Да. А фамилия ваша? Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.